Приветствую вас! Я думаю, что описание вашей ситуации в той или иной степени подходит под определение некого психопатического склада личности у мужчины, то есть это когда человек движется только, ну, движим только своими целями, своими задачами, своими какими-то желаниями, да, при этом он полностью игнорирует вообще желания другого человека, да, то есть это проявление такой вот психопатии, к сожалению. Вот. В этом, наверное, смысле, в этом, наверное, контексте не совсем ясна ваша позиция, то есть вы пытаетесь понять его, вы пытаетесь понять, почему он так себя ведёт, вместо того, чтобы двигаться в сторону понимания себя, и вместо того, чтобы предпринимать какие-то шаги, чтобы человек вам больше не докучал, чтобы вы могли идти дальше. Вот. То есть мне кажется, что подобное его поведение вами воспринимается как, ну, не то, чтобы недостаточно серьёзно, да, вот не то, чтобы недостаточно серьёзно. Нельзя сказать, что это прямо недостаточно серьёзно. Может быть, вы серьёзно воспринимаете данный факт, но либо вам кажется, что вы по-преднему, если захотите, то сможете от него избавиться, либо вам приятно такое его внимание, вам приятно то, как он себя ведёт с вами, вот, и вам хочется, чтобы это продолжалось. То есть я, конечно, не знаю всех деталей, да, безусловно, вот, но мне видится история вот именно такой, то есть вы здесь делаете несколько деструктивный акцент, то есть вам нужно думать о себе, например, да, а вы думаете о нём, вот. То есть это вот то, что я вот мог бы выделить. То есть пытаться человека понять, да, пытаться, почему он так себя ведёт, ну это не то, чтобы прямо бесполезно, да, это скорее просто не имеет никакого практического значения, потому что ваша ситуация, да, именно ваша ситуация, она не меняется от этого, вот, от того, что вы его, ну, что вы его поймёте, например. Поэтому действовать здесь желательно вот именно исходя из того, что нужно вам именно, а не исходя из того, что нужно ему. Если человек не понимает, например, тех вещей, которые вы ему говорите, да, то если вы не понимаете, то вы не хотите, допустим, с ним общаться больше, и этот человек, ну, не способен этот момент для себя уловить, вот, что, ну, в таком случае необходимо прибегнуть к помощи правоохранительных органов, чтобы они вас, собственно, защитили. Например, можно пожаловаться на то, что человек вас преследует, например. Вот. То есть, что-то делать, да, что-то делать. Вот. Маньяк он, не маньяк, это, на самом деле, не так важно, в самом деле, всё раз вторых, для вас никакого практического значения нет. Значит, ну, в понимание, в понимании, в понимании его мотивов. Вот. Вот так. И, если мой коллега Игорь Летушев прав, и вам, на самом деле, что-то не позволяло. Раньше с ним растято, когда вы ещё начинали только понимать, что это не ваш человек, вот, что у этого есть причины какие-то, да. Вот. И, соответственно, данные причины нужно исследовать, если они у вас, как бы, имеют место быть. Вот так. То есть, я вижу, ну, некие такие, знаете, размытые, может быть, немного личные границы, потому что мама есть у вас, да, то есть, как бы, мама что-то говорит про ваши отношения. То есть, как бы, причём здесь мама, да, вот, какое отношение имеет мама, допустим, к тому, что происходит в вашей жизни, вот. Ну, и вы такое впечатление, что либо обесцениваете свои чувства, свою позицию, да, достаточно сильно её обесцениваете, вот. Либо вам очень нужны были отношения с мужчиной, вот. И вы до конца не хотели верить в то, что ничего не получится. Вот. Так, здесь, конечно, можно сказать о необходимости корректировки защиты ваших интересов, потому что то, что мужчина в невозможно не ставит, то, что он называет ваши желания капризами, но это, в первую очередь, эм, говорит о том, что вы сами в себе, да, не очень уверены. Вот. То есть вы, ну, не уверены в том, что ваши интересы нужно защищать, вот. Так, по крайней мере, мне представляется, исходя из того, что вы написали нам. На этом, в принципе, всё. Я надеюсь, что мой ответ вам помог. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго, удачи, и надеюсь, что ваша ситуация будет успешно разрешена. Спасибо. Продолжение следует...